С 22 августа началась гарантированная выплата возмещения клиентам ПНБ банка. Данная функция возложена на цитаделле. Предполагается, что процесс выплат займет примерно месяц. Обращаем ваше внимание, порядок получения денежных средств зависит от того, к какой категории относится клиент. Так, получателям пенсии и пособий, имеющим счет в цитаделле, гарантированные выплаты поступят автоматически. Этим людям никуда ходить не нужно. Если счета в банке цитаделла нет, в этом случае получатель пенсии и пособий в течение месяца должен посетить филиал ПНБ банка, взяв с собой паспорт или ID-карту. После оформления документов деньги будут перечислены автоматически на его счет цитаделла или на счет, открытый в любом другом банке. Еще одна категория – это частные лица, имеющие счет в цитаделле. Этой категории также идти никуда не следует. Просто в интернет-банке заполните в свободной форме заявление о получении гарантированных выплат на счет в цитаделле. Если счета в цитаделле у частной персоны нет, в этом случае эти люди смогут получить гарантированную выплату после заполнения заявления в филиалах цитаделла. При себе необходимо иметь паспорт или ID-карту. Деньги будут перечислены на любой указанный вами счет. Частные лица, которые из-за проблем со здоровьем не могут попасть в филиал банка, таким клиентам следует заполнить нотариально заверенную доверенность на открытие счета в цитаделле. Доверенность, оформленная для ПНБ банка, недействительна. Нерезиденты и юридические лица могут ознакомиться с порядком выплаты на сайте цитаделлы. Отметим, филиалы ПНБ банка будут работать еще месяц. В случае необходимости срок будет продлен. Подать заявку на получение выплат можно в течение пяти лет. В ходе вне очередного заседания Комитета по развитию городской думы произошли кадровые перестановки. Председателем Комитета была избрана Ингуна Кокина. Ранее эту должность занимал вице-мэр Игорь Прилатов. Согласно решению депутатов, теперь он станет заместителем госпожи Кокиной. Теперь и у горожан, чьи квартиры находятся в домах, в котором присвоен статус памятника культуры, смогут претендовать на получение муниципального софинансирования для реализации проектов по сохранению культурного наследия. Конкурс уже объявлен. Согласно разработанным правилам, сумма финансирования может составить от 1000 до 25 тысяч евро, в зависимости от необходимости проведения тех или иных работ. Заявки можно подавать до 2 сентября. Все полученные заявления комиссия рассмотрит в течение месяца, после чего будет принято решение. Проекты по реставрации или консервации памятников культуры необходимо будет осуществить в течение 18 месяцев с момента заключения договора. Более подробную информацию можно получить в Департаменте строительства и городского планирования, который находится на улице Райня, 28. Телефоны для справок 654-57-161 или 654-07-787. В Дагубилсе начинается приемка школ. Она пройдет с 19 по 23 августа. В течение этих дней будет проверена техническая готовность учебных заведений города к приему учеников. В новом учебном году в свои помещения после масштабной реконструкции вернутся ученики и педагоги государственной гимназии. В некоторых школах ремонтные работы еще продолжаются. Так, в 13-16 средних школах Дагубилской государственной польской гимназии имени Юзефа Пилсудского 1 сентября работы завершены еще не будут. Также в 13-й школе продолжается ремонт актового зала, а в классах и коридорах работы завершены. После приемки школ с проверкой комиссия пожалуют и в дошкольные учреждения города.